Всем привет. Решила вот, знаете, я ни на кого никогда не жалуюсь, чтобы все меня правильно понимали и не обижались, когда я что-то говорю, потому что просто, ну вот для меня все понятно, все логично. Люди, которые, допустим, у меня птенцов покупают, они всегда как-то сразу все понимают, поэтому я вот эти вот ошибки, скажем так, беру и вношу в массу, чтобы другие тоже не совершали те же ошибки. Вот, поэтому это не какое-то там, знаете, там, типа я там что-то личное, да, а я такая взяла и все всем рассказала. Это просто, ну, такое мое, мое видение, да, и я бы хотела, чтобы вот, ну, как бы с птицами, ну, как-то вот вели себя более-менее так, как нужно, а не так, как не нужно, потому что очень часто люди совершают одни и те же какие-то ошибки, вот, и вот на новом месте открою секрет, что раньше птенца отдавали, вот когда я только начинала заниматься разведением, это было 20 лет назад примерно, даже больше, так вот раньше карелы отдавали только в 4 месяца, то есть в 4 месяца их примерно забирали от родителей, а это значит что? Это значит, что птичка очень хорошо кушала до 4 месяцев, потому что родители своих птенцов, хорошие родители, кормят на убой, они не ждут, пока там дитя проголодается, и поэтому были крупные, хорошие птицы карелы, вот, они какие-то там задохлики, которые у них с размера волнистого пугайчика скоро стало, а почему? Потому что мы их недокармливаем, продаем им их в 2 месяца, чтобы, ну, как бы родители тоже не уставали, и получается, что птица не доедает, вот, а если кормить нормально, вот, пока он растет до 4 месяцев, тогда они вырастают с нормального птенца, то есть они тогда не мелкие, они тогда крупненькие, хорошие, вот, поэтому отдаем мы для приручения в 2 месяца, тогда птенец, он очень быстро приручается, идет на контакт, но кормить нужно хорошо до 4 месяцев, а уже после 4 месяцев немножко, конечно, вот это вот все калорина убавляет, потому что я своих птиц, допустим, не кормлю яйцами, которым там уже, которые взрослые, которым там год, очень редко дают, там, во время леньки яйцо, то есть белок им не нужен, он их будет спровоцировать только на половое поведение, они будут думать, что достаточно корма, и в возрасте, который еще, ну, в котором они еще не должны размножаться, они будут размножаться, или, допустим, самка без самца будет нести яйца, то есть это ненормально, карелы должны, они не курицы, они яйца просто так не должны нести, потому что, когда они несут яйца, они тоже изнашивают свой организм, то есть это никому, в общем, не нужно, эти яйца пустые, на которых она будет сидеть, и самка эта бедная одна, потому что, еще раз повторюсь, у меня самка яйца без самца не несла, моя первая, вот, которая у меня 5 лет прожила, не было ни одного яйца, поэтому птенцов до 4 месяцев кормим, как свинок на убой, потом, потом не кормим их со стола вообще никогда, не даем ни картошку, ни макароны, там, ни соль, сахар, мы все это, что содержит соль и сахар, им это все нельзя, вот, чтобы у попугая не были грустные глаза, потому что, вот, прислали фотографии, видно, что он скучает, он не доедает, он просто не понимает на новом месте, в новой клетке, где что находится, вот, за компанию они все едят, вот, а на новом месте они, конечно, не всегда все соображают, вот, кто-то сразу хорошо начинает все кушать, а кто-то, вот, это яйца уже неделю не ел, я смотрю, у птицы уже просто грустные глаза, вот, а я вчера приехала с дачи, и сейчас буду активненько убираться тут, потому что привязаю много всего вкусного, зелени, еще даже колоски нашла на своей горе немного, вот, то есть, кормить нужно хорошо, и чтобы птица просто так не сидела на месте, на жердочке, нужно и давать какое-то развлечение, вот, от меня два дня не было, вот, они всегда сейчас грустные, не знают, что у нас заняться, мама приехала, сейчас не хотела положить наверх клетки, и будут они ковыряться в травке, в колосках, вот, выпущу их погулять потом, так пока у меня взрослые птички гуляют, потом детей буду выпускать, потому что за детьми нужно следить, когда они летают, они еще не все хорошо ориентируются, поэтому я их вот выпускаю, и обязательно слежу за ними. Вот колосочки, да, и давайте что-нибудь попроще, не нужно начинать на новом месте с бананов и апельсинов, это ни к чему, вот морковка, кукуруза, тыква, яблоко, кабачки, ну, что-нибудь более-менее реальное, потому что никто из заводчиков, поверьте, особенно кто в вольерах содержит попугаев, не кормит их бананами и апельсинами, вот, может, там какие-то крупные виды, вот, у меня, допустим, Жако тоже любит бананы и апельсины, корелы вот мои, почему-то не хотят есть даже, поэтому я им и не даю, потом уже будете там предлагать им, когда он к вам привыкнет, там, через месяц, что угодно, но первое время, вот, как ребенка, да, своего собственного, я тоже, в общем, рожала поздно, ну, у меня сразу появились птицы, а потом только дети, да, но нельзя сразу, вот, как ребенку вводить что-то, вот, прям такое кардинальное, то, к чему он не привык. Это карелы, они выращены у нас в Беларуси, они выращены где-то, там, я не знаю, где, прям, апельсины под ногами выдаются, вот, мы, белорусы, вот, с морковкой кормим, те же витамины, вот, поэтому не нужно ничего экспериментировать, не успели купить попугая уже, давать им какие-то экзотические фрукты, ну, может, этот апельсин вообще не зайдет, может, у него потом с поносом выйдет, потому что она, ну, как бы, первое время, на новом месте у них в любом случае поносы, не нужно его обострять какими-то такими фруктами, которые, ну, к которым он не привык. Вот, еще есть такой момент. Я ему давала, он не захотел кушать, не притронулся. Ну, значит, так, даем каждый день. Если один раз не притронулся, значит, он где-то не разобрался, не нашел, не понял, потому что они вообще все едят. И овощи, и фрукты, ну, я же говорила, не бананы, не апельсины, но все вот это вот им нужно давать. Сейчас вот они спят у меня, вот, лежит у них еда, сейчас еще принесу, когда уберу. Все, они кушают замечательно, но в одном месте нужно заставлять. Это ребенок, которого нельзя оставить голодным. Должен есть. Ничего не знаю, не притронулся. Не притронулся, значит, неправильно преподнесли. Не хочет квадратиками, нарезайте сердечками. Не хочет снизу кушать сверху, сбоку. Это все. Всем спасибо, всем пока.